Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Тару-78 дверей. Я думаю, что вы уже полюбили эту колоду, поэтому продолжаем серию раскладов. Расклад называется «Глубоко ли вы в его сердце?» И начинаем выкладывать карты, чтобы разобраться. Сейчас вот так вот. Так, будем смотреть, смотрите. Видите, человек вроде бы император, самодостаточный, патриархальный такой, да, который, ну не знаю, может даже чин занимать, должность, статус. Но при этом боится делать шаги в вашу сторону. Боится, наблюдает, боится, как бы, да, как всё из-под тяжка, из-за каука, там, не знаю, в замочную скважину. Он пытается о вас узнать побольше информации везде-везде. В социальных сетях рыщит, читает. Благо сейчас социальные сети могут дать всё, что угодно, да, как википедия. У него есть ревность по отношению к вам, он думает, что есть мужчина, соперник. Но вы безумно притягиваете его энергетикой, понимаете? То есть энергетика настолько вкусная, настолько она манящая, тянущая. Вы ещё притягиваете не только его, притягиваете огромное количество мужчин, да, наверное, обращаете на это внимание. Это вот именно не то, что вы там 90-60-90, а именно то, что у вас вкусная энергетика, на которую прилипает мужчина. Он личность увлечённая, увлекающаяся, он может писать стихи, он может, я не знаю, быть таким романтичным. И он не хочет вам написать, но боится почему-то, что вы ему не ответите. Но при этом, вот вы излучаете такую энергетику, что он готов, вот я не знаю, поклоняться вам, да, он как маленький ребёнок, которому никто не давал этой любви. Ещё у вас у самой нерастраченное чувство любви, которое вы готовы ему тоже дать. Но при всём этом он сидит, ничего не делает. Какое-то болезненное ожидание, раздумья, переживания. А вдруг вы откажете, а вдруг вы что-то там как-то не так отреагируете. Он считает, что вы маг, экстрасенс, там, таролог, что вы манипулируете всеми мужчинами, что у вас в руках есть какая-то волшебная палочка, и вы можете сделать всё, что угодно, да. И, может быть, он немножечко не дотягивает до вашего этого уровня, поэтому он как-то тормозит и думает, что ему делать. Он может сидеть в золотой кредке в прямом смысле слова, то есть финансово обеспечен, да. И ему, конечно, и хорошо, и плохо. Хорошо и плохо по причине того, что здесь идёт духовный рост, да. То есть вы ему какой-то вот этот вот духовный рост даёте, ещё и притягиваете его своим каким-то духовным ростом, своей энергетикой, своим какими-то, я не знаю, там, обучением, нравоучением. То есть он, знаете, он к вам прислушивается, смотрит и понимает, что, ну, вы такая интересная личность, наполненная. То есть с вами интересно, с вами есть о чём поговорить. Вы на одной волне. Он может, кстати, тоже как бы увлекаться эзотерикой, да. И ему интересно как бы обсудить какие-то проблемы. Сейчас он как-то очень болезненно воспринимает всю эту ситуацию. Он чувствует, что он влюбился, и влюбился не на шутку. И эта любовь ему приносит какие-то дискомфортные чувства. Вот очень часто женщины говорят, что вот я там люблю, меня любят. На самом деле настоящая любовь, она приносит очень болезненное чувство, я могу сказать по ощущениям. Это, знаете, это когда у вас жутко болит в груди, вот давит, да. Это вот такое состояние, называется любовь. Не та поверхностная увлечённость и влюблённость, которую все путают с любовью, а именно такое болезненное состояние. И не дай бог это вот кому-то пройти, потому что в этих ощущениях проходишь огромную трансформацию личности, она тебя делает совершенно другим человеком. И он в результате будет готов пойти за вами на край света, он будет готов на любые авантюры, что бы вы там ни сказали, он подумает, что один раз живём, надо попробовать, иначе так как бы и умру, не попробовав то, к чему я так стремлюсь. Вот кому интересен такой расклад, кто хочет узнать глубоко ли вы в сердце своего мужчины, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.